Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Катастрофа всероссийского масштаба. Массовую гибель пчел на Алтае уже назвали экотерроризмом. С требованием выдать квартиру ребенку-инвалиду. Сколько уже здесь стоять-то можно. И все, видите, бесполезно. Стою, стою. Житель Барнаула вышел на одиночный пикет, надеясь достучаться до чиновников. Не виноваты мы. Все были в недоумении. И мы всегда, как говорится, законопослушные граждане. И исполняем согласно действующих норм и правил. Алтайские лесники опровергли сенсационное обвинение о рослисхоза. Начнем с темы, которую в последние дни активно обсуждают экологи, представители сельского хозяйства и пасечники. Массовую гибель пчел на Алтае уже назвали экотерроризмом. Сотни пчел из семей гибнут, по мнению пасечников, из-за яда химикатов, которыми фермеры обработали поля от вредителей. Средь бела дня ездят, поливают, травят. Вот пчелы. Переживают за будущее урожая меда и в Косихинском районе. В полях регулярно видят машины с отравой. По правилам, обработку полей днем, когда пчелы собирают нектар, не проводят. На Веднево все как раз наоборот. И это при том, что химикаты содержат вещества, опасные не только для вредителей. К слову, в Советском районе поля орошали ночью. Тем не менее, в начале июля и там массово погибли пчелы. Известно о подобных случаях и в Красногорском районе. Эксперты назвали происходящие катастрофой всероссийского масштаба. Ждать ли урожая меда на Алтае расскажем в ближайших выпусках. В продолжение экологической темы. Ситуация, в которую попали алтайские лесники. Они заверяют невиноватые. А между тем, в конце мая комиссия Рослесхоза провела проверку регионального управления лесами. Результатом стало сенсационное обвинение. По словам федеральных чиновников, в Троицком районе обнаружены следы незаконных вырубок. Насчитали ущерб порядка 200 миллионов рублей. Региональная Минприроды заявила, рубки были законными. И решила наглядно показать журналистам, что обвинения беспочвены. Боровлянское лесничество – один из участков. Здесь чуть больше 17 гектаров. По версии комиссии Рослесхоза, это ни много ни мало место преступления. В декабре 2018 и начале текущего года здесь и еще на одном участке лесорубы вырубили больше 10,5 тысяч кубометров древесины. По утверждению комиссии, делать этого они не имели права. Но лесники с обвинением не согласны. Данные мероприятия были назначены лесоустройством, соблюдением всех правил, правил ухода за лесами. Конечно, это было неожиданностью в том, что по мнению комиссии, что материалы лесоустройства не являются для нас обязательными. Все были в недоумении и мы всегда, как говорится, законопослушные граждане и исполняем согласно действующих норм и правил. Рубки ухода, объясняют специалисты, это когда старые тенистые деревья срубают, давая молодой поросли больше света и простора. Лес таким образом обновляется быстрее, сами деревья меньше болеют. Данный участок после рубок проверили ученые и обнаружили нетронутыми редкие орхидеи. Эти растения были до рубки, они остались после рубки, что говорит о том, что лесная обстановка, лесная экосистема находится в устойчивом равновесии. Эколог Алексей Грибков известный критик деятельности управления лесами. Но даже он удивлен, в утвержденных документах прямо прописано на данной территории нужны рубки ухода. После этого считать их незаконными, мягко говоря, странно. Грибков уверен, то, что одно и то же ведомство назначает и запрещает одни и те же мероприятия, говорит о главном. В лесном хозяйстве всей страны сложилась ненормальная ситуация, которую необходимо менять. Менять лесное законодательство, менять саму структуру и систему, приводить ее в порядок. Потому что она разбалансировалась, раскачалась. И действующий лесной кодекс, собственно говоря, тому подтверждение 49, если не ошибаюсь, наборов поправок за 10 лет существования. И так часто лесное законодательство не менялось со времен русской правды Ярослава Мудрого. Столько поправок не носилось, сколько внесено за 10 лет последних. При этом и общественники, и лесники признают, недостатки в лесной отрасли региона есть, но не в этом случае. Поэтому управление лесами оформило акт разногласий, который отправлен в Рослесхоз. Илья Кчетков, Андрей Печеркин. День с толком. Пока одни сидели в кабинетах под кондиционерами, другие стояли на жаре. Перед зданием краевого правительства развернулся одиночный пикет. Мужчина требовал квартиру для своего ребенка-инвалида. Он убежден, жилплощадь семье положена по закону. Сказали, что мы вам поможем, поможем. Я пошел к Людмиле Семеновне, она мне сказала одно, а в понедельник она мне говорит другое. Я сказал, что мне все равно, я тогда буду идти и стоять дальше. Василий с говорящей фамилией Стойко стойко обивает пороги администрации с 2017 года. И это не первый его одиночный пикет. За плечами у семьи 15 судов. Все для того, чтобы помочь четырехлетнему сыну получить хоть какую-то поддержку от государства. Сейчас маленькому Богдану предоставляют бесплатно лекарства, маме мальчика выплачивают пособие. 27 тысяч в месяц. А Василий полгода не сможет работать. Недавно перенес операцию на легких. Жиля у нас нету вообще здесь. У меня даже здесь и в родственниках нету. Ни в Барнауле, ни в России нету, что нам жить-то негде. Я сегодня-завтра могу на улице указаться. А им-то без разницы, сколько уже здесь стоять-то можно. И все, видите, бесполезно. Стою, стою. То закликают, то даже и никто с администрации не выходит. Головочку поднимай, Богдашур. У четырехлетнего Богдана очень сложная форма ДЦП. Мальчик не может ничего делать сам. В очередь на квартиру семья Стойко не попадает из-за того, что их не признают малоимущими даже по суду. Считают пособие за доход. А других программ на получение жилья детям-инвалидам с 2005 года в крае нет. Только по договорам социального найма муниципального жилищного фонда и только малоимущим. Но власть пытается помочь семье. Были даны задания специалистам по линии Минздрава, Минобра детально изучить его ситуацию и рассматривать все возможные варианты. Сначала он согласился и принял участие в двух встречах со специалистами. После этого внезапно вышел с пикетом к зданию правительства. Василий Стойко уверен, что квартира его ребенку положена и без статуса малоимущего. Обращался к юристам. Они с отцом согласились. Пока к согласию с администрацией мужчина прийти не может. Поэтому стоит. Ведь убежден, что его семья имеет все права на полноценное собственное жилье. А те деньги, что выплачивает государство, почти полностью уходят на ребенка. Не обошлось сегодня и без автомобильных аварий. В одной из таких вновь пострадал велосипедист. Его сбили на пешеходном переходе. 14-летний подросток сейчас в больнице с тяжелыми травмами. Водитель 59-го года рождения, управляя автобусом ЛиАЗ, 109-го маршрута, двигаясь по проспекту Ленина, проезжая перекресток с улицей Брестской на запрещающий сигнал светофора, допустил наезд на велосипедиста, который переезжал дорогу по пешеходному переходу на велосипеде. Сотрудники ГИБДД еще раз напоминают водителям авто внимательно следовать сигналам светофора, а велосипедистам переходить дорогу, не переезжать. В противном случае водитель заметит вас слишком поздно и не успеет затормозить. Кто виноват в сегодняшнем происшествии, решит следствие. Километровых пробок в Барнауле наверняка станет еще больше, хотя казалось бы куда больше. Всему виной очередной ремонт, не спорю, долгожданный, но все же. На этот раз речь идет о перекладке трамвайных путей на пересечении улицы Ползунова и проспекта Красноармейского. Чиновники из городской администрации уже выстроили маршруты объездов для общественного транспорта. Подробная карта есть на официальном сайте мэрии. К примеру, автобусы будут ходить по улицам Ползунова, Пушкина и Социалистическому проспекту. Движение перекроют по четной стороне Красноармейского. Ремонт начнут с 12 июля совсем скоро, а завершат 21 июля. Напомним, чуть ранее автомобилистам рекомендовали объезжать пересечение проспекта Ленина и улицы Пионеров. Там ремонтируют участок теплосети. С 19 июля переместятся на другую сторону, нечетную, движение частично перекроют. А уже сегодня в Барнауле перекрыли воду горячую. Правда, не у всех, у жителей индустриального Ленинского и Октябрьского районов. Это связано с заменой километра магистральных теплосетей. Их износ превысил 50%. И по заверению специалистов, именно это стало причиной роста коммунальных аварий в прошлом году. Сибирские генерирующие компании пояснили, что по возможности потребители будут переключать на временные обводные теплосети. Но это все равно поможет не всем жителям. В целом, под ограничение попадает больше 200 многоквартирных домов. Максимальный срок отключений, как обещают, две недели. Ну, если уж сильно хочется поплескаться в теплой воде, то сделать это можно на пляже. Погода наконец-то наладилась. По заверению спасателей, на территории края официально открыто 55 мест для купаний. Наши корреспонденты сегодня решили проверить, какие места для купания выбирают барнаульцы. Безопасные или стихийные водоемы. Почему предпочитаете купаться на безопасном, официально открытом пляже, городском, нежели на несанкционированных? Потому что здесь все предусмотрено для удобства отдыха. Очень удобно. Есть и кабинки для переодевания, питьевая вода. Здесь, наверное, безопаснее? Да, здесь, кстати, вот вчера мы были, предупреждали с вышки спасатели, говорили, чтобы не заплывали дети, купались, чтобы в обведенных только местах. Ребенку здесь более безопасно. Песочек, ну и много детей, чтобы они вместе могли поиграть и близко, в доступности. Здесь не глубоко, и как бы и в Чернову в Икеане есть. Здесь спасательная вышка, вон парень пошел, и метут есть, все есть в принципе. А на несанкционированных купались? Нет, нет, потому что страшно. Людей здесь очень много, по моим подсчетам. Здесь больше 200 человек, это те, кто выбирает безопасный отдых. Здесь есть и спасатели, которые в случае чего окажут медицинскую помощь, и буки, за которые нельзя заплывать. И самое важное, здесь дно реки тщательно обследовано, так что пораниться здесь практически невозможно. А это один из несанкционированных пляжей города. Подобных мест в Барнауле около 20. Люди здесь не просто загорают, но и купаются, несмотря на то, что делать это категорически запрещено. Здесь нет ни медиков, ни спасателей, одной реки вообще никем не осмотрено. Не страшно здесь купаться? Здесь все-таки запрещено это делать? Да, чисто дно хорошее, можно купаться. Осмотрели дно уже? Да, осмотрели. Вчера были, да. Дали заключение? Нормально. Как-то здесь получше, народу поменьше. Не боитесь за ребенка? Нет, не боимся. Здесь нет ни бойков, ни спасателей, вот не страшно? Страшновато маленько. А вы знали, что в этом году 25 человек погибло в Алтайском крае, вот на таких пляжах? Не знаю, читал. Все равно не страшно? Да нет. А это грибной канал. Купаются и здесь, вопреки всем запретам, и с полной уверенностью, что они не утонут. Но ведь так думали и те 25 человек, которые с начала этого года утонули на Алтае. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Есть или не есть июльские арбузы, тоже решать только вам. В барнабульских магазинах и на рынках начали продавать эту сезонную ягоду, хотя в естественных условиях, как правило, она созревает только в августе. Наша съемочная группа сегодня совершила контрольную закупку. Официальный сезон арбузов у нас начинается обычно в начале августа, но в известных торговых точках уже появилась полосатая ягода. Хоть и по весьма завышенным ценам. Сегодня мы начнем проверять, а не рано ли, не искусственно ли они созрелись с помощью нитратов. А между прочим, коварные нитраты могут стать причиной смерти. Так случилось с одним барнаульцем несколько лет назад. 17-летний парень отравился обыкновенным арбузом. А вы как, в начале сезона, вот в августе покупаете арбузы обычные? Ой, да по нам-то, по нашей заплате пенсии, это не то, что там я вредна, а что дорого. Арбузы пионера появились на прилавках барнаульских магазинов около двух недель назад. К их качеству у многих есть вопросы. К цене тоже 34 рубля за килограмм. Надеемся, что арбуз хотя бы стоит того. Визуально отличить спелый арбуз достаточно сложно. Говорят, должен быть четко выраженный полосатый рисунок. Сухой хвостик. Здесь он правда сухой, но неизвестно, сколько он здесь лежал. Может быть, он просто стал сухим. Также не должно быть никаких надрезов и трещин, если вы не хотите подхватить какую-нибудь казахскую инфекцию. Еще одно заблуждение, что спелый арбуз при похлопывании должен звенеть. Но, как правило, спелый арбуз звучит очень глухо. Арбуз нам обошелся в круглую сумму – 200 рублей. В следующем магазине цена на 5 рублей ниже – почти 30 рублей за килограмм. Выбор скромный. Берем еще один образец на экспертизу. Финальная точка нашего маршрута – рынок на Власихинской. Мы не случайно выбрали это место. Рядом объездная. Здесь ежедневно по дороге приезжают сотни, даже, наверное, тысячи машин. Естественно, арбузы могут в себя это все впитывать. Хотя сами продавцы это, конечно, отрицают. Говорят, у них лучшие арбузы – узбекские, казахские. Цена демократичная – 25 рублей за килограмм. В августе и вовсе будет 15. Хотя здесь нас с арбузами просто вгостили, дали бесплатно. Щедрость хозяина рынка. В итоге у нас три арбуза на экспертизу, которые мы передадим в Центр гигиены и эпидемиологии края. Результаты нашей контрольной закупки раскроем в ближайших выпусках. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Ну, кстати, арбузы уже в лаборатории. Не пропустите в наших ближайших выпусках. Расскажем, каковы результаты. А у меня к этому часу все новости. Далее прогноз погоды. Спонсор компании «Валар». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин